Масштабный митинг в центре Киева. С самого утра правительственный квартал был перекрыт. Около 4 тысяч человек вышли на протест. Куда направились и почему собрались, расскажет Юлия Жешко. В правительственном квартале столицы сегодня шумно. Несколько тысяч экс-силовиков решили напомнить власти, что нищенская пенсия это не то, на что они рассчитывали. Кроме бывших военных, на главную улицу Киева вышли еще несколько тысяч украинцев. Под флагами СДП и социалистической партии они требуют не только достойных пенсий, но и зарплат. Собравшиеся называют сегодняшнюю акцию маршем пустых кастрюль. Таким образом они решили показать, что нищенских выплат не хватает даже на еду. В столицу приехали люди из большинства регионов, в их числе нардепы и лидеры политических партий. Вместе с протестующими они промаршировали к Верховной Раде. Политические деятели уверяют, что готовы добиваться достойных выплат. Главное требование митингующих добиться повышения минимальной зарплаты и пенсии. Об этом заявил лидер социалистической партии Сергей Каплин. Это наша ключевая мета и это наш новый план. Зарплата 10 тысяч гривен, пенсия 5 тысяч гривен, высокая степендия. И мы не будем над голосом. И что вы не должны требовать. Мы сегодня с вами засунували новую опозицию. Сегодня по всей стране. Резные политики и политики. Все это громадские девчонки. На чем-то лидеры нации, которые претендуют на перестаток проводить акции протеста. Наш на честеннейший, наш наизвестованныйший. К тому же нардеп презентовал манифест так называемой народной оппозиции. Документ гласит, если парламентарии не прислушаются к людям, в Верховную Раду ждет полная перезагрузка. Починаючи массовой реакции протесту проти антисоциальной и антилюдской политики влади, мы разъясним твои цели и задачи. И требуем отлегченного распуска Верховной Рады Украины. Презначения позачерговых выборов до парламента, куда должны прийти исключительно представители народа Украины. И это далеко не все требования к власти. Протестующие требуют от чиновников ежеквартальных отчетов о том, что было сделано за три месяца. А начать нужно с диалога между властью и украинцами. Если же эти условия не выполнят, масштабные протесты у стен парламента будут продолжаться. Юлия Жешко и Сергей Ведмить. Подробности. Телеканал Интер.